уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 20 по 26 июня включительно что вас ждет в этот период расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу события этой недели мы рассматриваем в общем то что нужно знать касательно работы личной жизни для тех кто не работает в раскладе есть отдельные карты рассматриваем ваше финансовое поле возможные траты вложения приобретения кредиты и долги внешний мир в отношении вас скрытые факторы что в них позитив или негатив подводим итоги этой недели и в раскладе будет участвовать карта основного совета хотя сам по себе расклад это уже одна большая подсказка сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании вопрос всего лишь один а я напоминаю что вы можете смотреть этот расклад как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака смотрите оба знака и у вас таким образом будет больше информации для анализа работаю я сегодня на колоде тару аркану а помогать нам будет оракул затмения который вы также видите на столе колода полностью готова кому нужно больше времени нажимаете на паузу а я начинаю выкал уважаемые козероги и все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению хочу сразу сказать о том что расклад получился очень неоднозначный потому что карты выпали как хорошие так и негативные они буквально параллели друг с другом одна сменяют другую поэтому и информация конечно будет разной я надеюсь что вы готовы на начало этого периода для вас выпала карта туза мечей и она говорит о том что в начало этого периода вы входите в общем-то с боевым настроем эта карта показывает какие-то важные задачи которые вы ставите перед собой может быть есть какое-то конкретное дело которое для вас важно решить закрыть также эта карта может показывать любые начинания важные для вас которые сейчас в сложностях это может быть связано с работой это может быть связано конкретно с какими-то договоренностями важными для вас дорогами также потому что я вижу что вы не сидите на месте вы в постоянном движении то есть действительно могут быть дороги связанные с делами когда вы с кем-то встречаете что-то решаете куда-то направляетесь эта карта решительных действий с вашей стороны ума и интеллекта ума и вашего интеллекта того что у вас есть конкретно четкий план которого вы будете придерживаться общий запас энергии на начало периода прекрасный главное вот эту энергию направить в нужное русло немножечко нервничаете но вам удается где-то контролировать свои эмоции на входящие события на эту неделю тоже выпла не менее хорошая карта это шестерка жезлов то есть она говорит что вы чему-то будете радоваться и в общем-то в центр вашего расклада выпла карта удачи эта карта туза монет это тоже касается чего-то нового может быть связанного с работой или с предстоящими дорогами но вопрос в том что на внешний мир для вас выпла карта старшего аркана башни которая может говорить о том что что-то или может срываться или переноситься из-за каких-то внешних факторов или обстоятельств также в кресте вашей судьбы есть еще одна карта монет карта пентакли это пять монет мы видим туза пентакли то есть возможности что-то улучшить по финансам с другой стороны пятерка которая говорит о слабых финансах это говорит о том что в данном периоде или в ближайшее время у вас очень много трат или расходы в особенности у семейных пар вы то способны зарабатывать но денег по факту может не хватать в дом финансов для вас тоже выпала активная карта это тройка жезлов и она говорит о том что все-таки финансово вы будете на плаву потому что к вам поступают какие-то предложения что-то сорвется что-то получится все равно заработок есть доходы есть для тех кто не работает вообще карты показывают то что все равно есть какие-то финансовые поступления и без денег вы не будете вообще но то что я вижу на события последующей недели и это то к чему нужно быть уже готовыми сейчас то что в данном периоде вам где-то нужно будет немножечко деньги сэкономить или придержать то есть это не должно быть каких-то непродуманных или не осмысленных трат или вложений но если на этой неделе вы вкладываете деньги в работу свое развитие эти вложения все-таки будут оправданы для многих из вас карты показывают врагов или людей которые пытаются с вами конкурировать потому что на завершение вашего расклада выпла семерки потому что на завершение вашего расклада выпла семерка мечей и возможно в отношении чего-то нового помехи идут со стороны конкретных людей но открыто ваши враги себя не проявляют они действуют очень хитро очень тактически и осторожно из-под тяжка поэтому какими бы у вас не были со всеми хорошие отношения вы должны быть настороже быть внимательными потому что кто-то пытается воспользоваться чем-то вашим карты могут говорить о том что вы сами по себе люди достаточно грамотные и умные то есть и в вашей голове все время есть какие-то идеи которые вы может быть доносите окружающему миру да то есть к вашему мнению кто-то прислушивается а кому-то явно это может не нравится то что вы лидер по натуре то что вы лидируете кто-то может пытаться пользоваться какими-то вашими идеями и выдавать их как за свои но несмотря на все нервы которые я вижу все равно эта неделя будет для многих из вас плодотворной даже несмотря на то что из внешнего фактора даже несмотря на то что на внешние факторы выпала карта разрушений карта башни может показывать внешнюю политику военные действия чьи-либо против вас но здесь присутствует фактор неожиданности то есть происходит что-то то или может происходить то чего вы не ждете и это может вызывать негативные эмоции но я не вижу чтобы вы конкретно пострадали или пострадала ваша семья ли кто-то из ваших близких это просто в общем может влиять на течение вашей жизни давайте сразу перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпала четверка жезлов и пятерка монет та самая по четверки жезлов я вижу что вы стараетесь может быть создать какой-то комфорт уют карта может показывать семейные встречи праздники может быть вы кого-то ждете в гости может быть вы кому-то собираетесь в гости в общем то дома вы могли бы неплохо отдыхать если вы могли расслабиться финансово а эта карта говорит о том что финансово расслабиться вы не можете значит на все денег по факту не хватает в особенности если вас действительно ждут какие-то радостные события связаны со встречей родственников или любым отдыхом то здесь идут очень большие расходы после которых вам тяжело восстанавливаться но восстанавливаться финансово все равно вы будете я вижу что вы стараетесь что-то сделать для дома для семьи может быть пытаетесь поддерживать как-то свою вторую половиночку но ваша вторая половинка от вас вообще отвернулась думает о чем-то о своем и общаться особо не хочет возможно ваш партнер или партнерша болеет может быть здесь и какие-то проблемы по и и или его работе из-за денег ваша вторая половинка на вас обижается может считать что вы недостаточно как бы даете денег или выделяете денег или недостаточно поддерживаете свою вторую половинку но здесь присутствуют обиды и если говорить о том что в сердце ваша второй половинке холод холод и обиды а у вас подсознание дороги у вас подсознание движения вам хочется перемен вам не хватает адреналина по всей видимости и то что касается вашего дома вашей семьи вам очень многие завидуют и есть люди которые реально не хотят того чтобы вы были вместе но пока вы вместе несмотря на все ваши старания вы тоже какой-то момент будет чувствовать внутреннее опустошение и то что вы с вашей второй половинкой немного друг от друга устали хотя еще есть привязанность и надо отдать должное то что есть уважение по крайней мере с вашей стороны я вижу что вы пытаетесь как-то семью сохранять что происходит у наших свободных козерогов для свободных козерога выпала карта колесницы и карта старшего аркана иерофанта две карты старших арканов говорят о том что у наших свободных будут происходить какие-то очень важные события на этой неделе это скорость буквально во всех делах в особенности у мужчин если у меня смотрят женщины козероги то очень многое будет зависеть от мужчины в ваших любых делах также если вы запланировали определенные дороги они тоже могут зависеть от мужчины или в работе тоже что-то может зависеть от мужского лица для тех кто встречается карты показывают стремительно развивающиеся отношения если меня смотрят женщины то мужчина вас заинтересован с другой стороны в какой-то момент наступает холод вот мы видим двойку мечей все хорошо все хорошо и тут на тебе обиды непонимания и я так полагаю что не без помощи других людей вы начинаете ссориться потому что кто-то явно не хочет чтобы вы были счастливы это прослеживается и у семейных пар что много зависти и у наших свободных козерогов что либо кто-то с вами конкурирует может быть бывший или бывшая вносит негатив может быть кто-то вашу партнершу или партнера настраивает против вас потому что вот эта карта показывает вредительство со стороны конкретного человека или конкретных людей тем более рядышком с двойкой мечей даже если что-то начинает тормозиться в ваших самых важных делах если вопросы не касаются любви стоит задуматься откуда идут помехи и к концу недели из-за чего-то вы очень сильно нервничаете хотя в начале недели вот позитивный настрой если говорить о свободных мужчинах козерогах то вы способны продавить любую даже сложную жизненную ситуацию даже ваших врагов и способны поставить на место у вас может быть в какой-то короткий момент на небольшой период времени у вас руки начинают опускаться но такое состояние будет недолго ваша голова начинает работать еще в два раза быстрее чем прежде и вы ищите выход что интересно что если вы будете вкладывать деньги в работу или в дороги это правильные или нужные вложения то есть карты говорят можно но если вы будете вкладывать деньги в семью в казенные дома то есть нельзя вам сейчас сделать какие-то залоги заниматься куплей или продажей имущества что интересно что если бы кто-то из вас хотел оформить кредит вы бы его получили банки бы вас одобрили в конечном итоге но показано что очень рискован а тем более рядышком с башней и скрытых факторах я вижу карту умеленности которая говорит о том что пока лучше воздержаться от каких-то серьезных мероприятий касающихся больших вложений но давайте теперь все-таки возьмем дополнительные карты для тех у кого есть основная работа и для тех кто не работает вообще потому что это напрямую может влиять на ваши деньги в общем на ваше финансовое поле давайте смотреть что ждет те кто при работе для вас выпала карта верховной жрицы тоже нестабильность и волнение большие переживания если меня смотрят мужчины то на ситуацию работы влияет женщина или карта может показывать женщину таролога астролога может быть который вы обращаетесь за помощью или за советом для женщин эта карта может показывать вашу собственную интуицию и то что вам не нужно следовать но все равно по этой карте вы не можете всего предугадать вот что-то все равно остается как под завесой тайны вам все равно чего-то придется в работе ждать и показано что во всем нужно действовать осторожно и осмотрительно с кем-то вы должны выдерживать субординацию также верховная жрица может говорить о том что кому-то не хватает образования или может быть вам нужно чему-то подучиться или переучиться или поднять уровень своей квалификации если меня смотрят женщины которые являются психологами астрологами то в общем-то вы при работе вы при деле и тут у вас все нормально может быть кто-то будет обдумывать определенные ритуалы для того чтобы что-то улучшить в рабочей сфере ну и на итог для вас выпадает по-любому карта короля монет карта хороших доходов то есть если меня смотрят женщины где-то вас будет дополнять мужчина или на мужчину в чем-то сможете рассчитывать или от мужчины что-то будет зависеть если говорить о мужчинах то многое будет зависеть от вас самого потому что карта вас показывает собственной персоной но и от женщины или от мнения женщины давайте теперь возьмем карту для тех кто не работает вообще что вам нужно знать для вас выпала семерка монет эта карта говорит о том что подождите если хотите найти работу хорошую но и в этом периоде скорее всего вам кто-то что-то может предлагать также для тех кто не работает эта карта говорит о том что по-любому к вам идут какие-то финансовые поступления может быть вас кто-то поддерживает финансово может быть у вас есть какой-то доход пассивный но эта карта говорит о том что вы люди очень трудолюбивые очень упорные и вы всегда умеете добиваться того чего вы хотите в доме финансов мы видим активность в дом денег для вас выпла тройка жезлов которая говорит о том что ваши деньги в постоянном движении то есть вам тяжело скорее всего накопить хотя заработать вы можете вскрытые факторы для вас выпла карта умеренности старший аркан карта рыцаря монет и карта пажа монет все эти три карты говорят о том что будут возможности что-то улучшить в делах в работе вас действительно могут ждать какие-то хорошие предложения деловые может быть вы кому-то что-то предлагаете кого-то в чем-то вы способны заинтересовать либо вам кто-то идет с интересными предложениями которые стоит рассматривать много рабочей суеты хлопот возни переговоров но это дает вам заработок то что касается работы и дел старайтесь людьми не ругаться а договариваться хотя я вижу что у вас кто-то здесь явно будет провоцировать на конфликт по последним картам ну и старайтесь по возможности подкапливать а не тратить на то что не является вещами или предметами первой необходимости на завершение этого периода выпала семерка мечей которая говорит о том что вы кого-то в чем-то подозреваете что что вы кому-то не верите возможно кому-то относитесь с опаской если вы работаете с кем-то в коллективе возможно вы думаете о том что вы не получаете денег и так и есть потому что ваши деньги где-то еще оседают не без помощи других лиц ну и теперь возьмем для вас карту основного совета на эту неделю и эта карта девятки жезлов она говорит о том что все-таки очень много задач прошлого которые вы до конца не закрыли не разрешили и что-то у вас бесконечно ходит по кругу вы как будто бы топчетесь на месте или или снова вам нужно будет закрывать какой-то старый вопрос и тут не одна проблема с кем-то у вас здесь явно натянуты отношения но эта карта говорит о том что если вас кто-то реально провоцирует на конфликт вы должны ответить потому что эта карта самозащиты карта обороны и победа будет именно на вашей стороне поэтому кто бы к вам не шел с нападками или с претензиями вы всегда сможете выстоять потому что у вас есть какая-то своя жесткая позиция ваша правота и и ваш ум в очередной раз вам помогают но теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпла карта двойки жезлов она дает пока ответ 50 на 50 она не говорит о том что желание не сбудется она говорит о том что скорее всего нужно просто немножко подождать или выждать подходящий момент или выждать паузу если вопрос касается денег или работы это пока раздумия размышления но это не активные действия это ожидание и вам действительно нужно подождать потому что есть что-то то что вам препятствует и вам здесь скорее всего понадобится еще чья-то помощь и не исключу что даже материальная помощь но теперь возьмем три дополнительные карты из ракула затмения и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде давайте смотреть карта гроба карта древа и карта сов карты показывают какие-то старые родовые проблемы которые корнями уходят в прошлое это раз но второе даже в этом периоде у кого-то в доме могут быть болеющие за кого-то вы волнуетесь потому что вот эта карта показывает переживания сомнения двойственность раздражительность то что касается собственного здоровья вам тоже не мешало бы его подкорректировать подлечиться в особенности всем тем у кого есть хронические заболевания а карты говорят о том что что-то у вас в состоянии хроники возможно нужны будут еще дополнительные обследования давайте возьмем карту дополнительного совета для женщин эта карта замка эта карта может говорить о том что вам нужно провести какие-то ритуальные работы на свою защиту и это что касается личной жизни не выносите ссор из избы никому не нужно знать о том что происходит в вашем доме в вашей семье у вас есть враги и это кем-то может обсуждаться кто-то еще может радоваться когда у вас плохо давайте возьмем карту совета для мужчин карта лекарства от всех бед в чем она заключается в работе или в решении каких-то официальных моментов если вопросы касаются лечения то эта карта может показывать больницу лекарства от всех бед это лекарства правильные назначения если лично вы болеете и карты показывают в общем-то нормальное самочувствие то что вы себя можете поддерживать стабильной норме даже если есть хроника но здесь может быть лечения не одного дня длительное или последовательное лечение то что касается вопросов дома с семьей если это не ваша проблема а проблема кого-то из родственников то возможно вам как раз нужно вашим родственникам подыскать хороших врачей или специалистов и вы этим можете вполне заняться вот такая дополнительная информация уважаемые козероги таким для вас был расклад на эту неделю пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была полезной и интересной ставьте лайки за проделанную работу и я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем до свидания и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok